МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бакоса-Океан принял Анжея Каспашика. Скончался константинопольский патриарх, архиепископ Масроп Мутафян. Ситуация в Сирии. Россия и Турция начали совместное патрулирование в Идлибе. Эксперт по памятникам Самвел Карпетян коснулся вопроса уничтожения христианских памятников в Азербайджане. Корабли Черноморского флота приняли участие в совместных учениях с БМС Турции ПАСЭКС. Об этом сообщил руководитель отдела информационного обеспечения флота Алексей Рулев. В маневрах участвовали два корабля Новороссийской военной морской базы, патрульный корабль Василий Быков и морской тральщик Валентин Пикуль. С турецкой стороны были корветт Бургазад и минный тральщик Акчай. Экипажи военных судов отработали совместные действия в акватории Черного моря. Провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности. Напомним, турецкие корабли 6 по 8 марта находились на порту Новороссийска в рамках национальных учений «Голубая отчизна-2019». Совместные российско-турецкие военные учения начались после того, как президент Турции Раджептейб Эрдоган объявил, что все вопросы о приобретении комплексов «Триумф С-400» между Москвой и Анкарой решены и отметил, что его правительство не остановит сделку, даже несмотря на жалобы его союзников. «Все», – заявил Эрдоган, отметив, что подписи уже есть на документах и первая поставка будет в июле. «Мы независимы от Турции, мы не рабы», – добавил он. Напомним, что руководствуясь стремлением урегулировать в духе взаимопонимания и сотрудничества все вопросы, касающиеся морского права, справедливости и прогресса для всех народов мира, сознавая тесную взаимосвязь проблем морского пространства и необходимость рассматривать их как единое целое, признавая желательность установления с помощью настоящей конвенции и с должным учетом суверенитета всех государств правового режима для морей и океанов, который способствовал бы международным сообщениям и содействовал бы использованию морей и океанов в мирных целях. Учитывая тот факт, что достижение этих целей будет способствовать установлению справедливого и равноправного международного экономического порядка, убежденный в том, что кодификация и прогрессивное развитие морского права, достигнутые в настоящей конвенции, будут способствовать укреплению мира, безопасности, сотрудничества и дружественных отношений между всеми государствами в соответствии с принципами справедливости и равноправия. Президент Западной Армении Армена К. Абрамян 9.08.2016 года ратифицировал конвенцию от 10 декабря 1982 года ООН по морскому праву. Пресс-секретарь министра обороны Армении Артур Нованесян обратился на своей странице в Facebook с стартующим в Азербайджане широкомасштабным военным учением, напомнив о закрепленных в венском документе обязанностях. Согласно пункту 41.1 глава 5-го венского документа 2011 года, учения должны быть объявлены, если в них участвуют по крайней мере 9 тысяч человек, включая поддерживающие войска. Сообщаю, что Азербайджан в рамках венского документа 2011 года не уведомил государству участников о вышеупомянутых учениях и в подобных случаях в соответствии с вышеупомянутым пунктом. Азербайджан обязан уведомить об этом как можно скорее, однако через информационную сеть ОБСЕ пока не получила оповещение со стороны Азербайджана. Вывод. Предполагается, что эти учения организованы в контексте встречи Пашинян-Алиев и являются попыткой давления в ответ на заявление о том, что Армения не уступит Азербайджану никаких территорий, говорится в заявлении Артур Нованесяна. Президент Республики Арцах Бакоса Акян 8 марта принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспешика. Об этом новости Армении news.am сообщили в пресс-службе президента Арцаха. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. Скончался константинопольский патриарх армянской апостольской церкви архиепископ Месрок Мутафян. Архиепископ Месрок Мутафян находился в больнице порядка 11 лет. С 2008 года патриарх потерял память, страдал неизлечимой болезнью. Архиепископ Месрок пребывал на константинопольской кафедре с 1998 года. Патриаршем-место-блюстителем был назначен архиепископ Арам Атешян. Все это время вопрос избрания нового патриарха был предметом многочисленных споров и скандалов. Атешян имеет репутацию человека, который пользуется безоговорочной поддержкой турецких властей. Архиепископ Месрок Мутафян родился в 1956 году в Стамбуле. Начальное образование получил в училище Есайян в Стамбуле. В 1973 по 1975 год учился в Американском колледже в Штутгарте. Затем учение продолжил в университете штата Теннесси. В 1982 году в Иерусалиме получил научную степень магистра. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека пишет, что на юге провинции Алеппо не утихают перестрелки между сирийской арабской армией и незаконным вооруженным формированиями. Напомним, столкновения интенсифицировались в данной части региона после того, как джихадисты атаковали аэропорт Найраб и поселение Аль-Малакия. В результате чего погибло двое детей и 10 человек получили ранения. Российские ВКС и ВВС Сирии провели совместные удары в Южном Идлибе. В ходе мощных авиаударов была уничтожена база радикальной группировки «Джеиш Аль-Иза». База находилась у ключевого для исламистов города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб. Об этом сообщил новостной ресурс «Аль-Мастар-Ньюс». В результате удара убито как минимум 20 боевиков, в том числе один из высокопоставленных полевых командиров группировки. Однако это еще не все известные потери. Большое количество исламистов осталось под опломками зданий, которые сейчас разбираются. В конечном итоге цифры по потерям будут гораздо больше. Теперь сирийские силы и их союзники сосредотачивают свои силы на воздушных ударах, поскольку Турция продолжает посылать войска в Идлиб. Как сообщает «Аль-Мастар-Ньюс», за последние пять дней турецкая армия во второй раз отправила войска на северо-запад Сирии. Министр отметил, что Турция будет патрулировать демилитаризованную зону, а Россия – внешний периметр зоны деэскалации. По его словам, совместное патрулирование важно с точки зрения сохранения режима прекращения огня и обеспечения стабильности на северо-западе Сирии. Глава Минобороны Турции подчеркнул, что Анкара не поддерживает контактов с режимом Башара Асада. Переговоры ведутся исключительно с Россией, а при необходимости – с Ираном. Договоренность о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб была достигнута между Россией и Турцией в Сочи в сентябре. Согласно условиям, до середины октября вооруженные группировки и сирийская армия должны были вывести из обозначенного района тяжелое вооружение. Далее планировалось начать российско-турецкое совместное патрулирование линий, разграничение и открытие трасс Алеппо-Латакия и Алеппо-Хама. Эксперт по памятникам Самвел Карапетян написал на своей странице в Фейсбук «Скажите мне, если христианские албанцы – ваши предки, зачем вы разрушаете памятники с культурой, с крестами ваших предков?» В сочетании с новыми картинами церкви села Хархапор Шаумянского района видны посягательства нынешних азербайджанцев, которые гордятся своими предками. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Гуло» в исполнении Вегена Авсапяна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!